В мегаполисах полосу реверсивного движения используют для того, чтобы разгрузить автомобильный трафик. Однако в Барнауле их применяют лишь во время дорожного ремонта. Как говорят некоторые из водителей, ехать в таких условиях страшно, но других вариантов избавиться от пробок нет. Реверсивная полоса меняет направление движения в зависимости от нагрузки на дорогу. Сегодня на улице Кутузова установили светофоры и дорожные знаки, а уже завтра полоса начнет работу. Причина нововведения – ремонт деформационных швов на мосту через пивоварку. Несмотря на то, что такой вариант регулирования – редкость для Барнаула, водители встретили его с пониманием. Если оно существует, значит, оно для чего-то существует, реверсивное движение, и оно себя оправдывает. Все же эти правила, они написаны фактически кровью, как и уставы, и все по этому. Если это имеет место быть, это только в помощь водителям для разгружения потока, и ничего там военного нет, и правильно, что здесь будет. Но не все автомобилисты считают такое движение эффективным. Часть из них уверена – реверсивный поток лишь усугубит заторы. Ну, вообще, это неудобно, во-первых, и собираются пробки. Торопишься, когда по работе едешь куда-то, то обычно не успеваешь из-за этих реверсивных движений. Ну, приходится, да, и подстраиваться, и уже планируешь маршрут, если нужно ехать в какую-то сторону города. Утром по реверсивной полосе можно будет проехать в центр, вечером – обратно. ГИБДД обращает внимание водителей. Чаще смотрите на светофор. В случае нарушения водителя ждет штраф в размере тысячи рублей, и скидки на оплату не предвидятся. Реверсивное движение будет действовать до конца октября. Именно к этому времени подрядчик должен закончить ремонтные работы. Однако в планах дорожников сдать объект уже к середине следующего месяца. Артем Гусельников, Андрей Печоркин. День с толком.